Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». В посланиях президента народу Казахстана большое внимание уделяется здоровому образу жизни. Как неоднократно отмечал в своих выступлениях Нурсултан Назарбаев, воспитание гармонично развитого, воспитание физически крепкого и здорового поколения – один из основных приоритетов развития государства. С этой целью особое внимание уделяется развитию детского спорта, привлечению детей и молодежи к регулярным занятиям физической культуры. А что делается в этом направлении в Североказахстанской области? Об этом поговорим с руководителем управления физической культуры и спорта Русланом Бахытовичем Исинальным. Здравствуйте, Руслан Бахытович! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какие виды спорта наиболее популярны в Североказахстанской области? В нашей области наиболее популярны, я думаю, что все поддержат меня, что это футбол в первую очередь, это спорт номер один. Это королева спорта легкая атлетика, это художественная гимнастика, в которой мы показываем сейчас очень хорошие результаты. У нас есть два мастера спорта международного класса. За недолгую историю независимости у нас есть один мастер спорта международного класса, это у нас Пирея Резива. Сейчас Виктория. А сейчас у нас сразу два мастера спорта международного класса, это у нас Дарья Медведева и Колышева. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день сколько у нас спортивных объектов и спортивных школ в области? На сегодняшний день в Североказахстанской области 26 детско-межспортивных школ, Центр подготовки Олимпийского резерва функционирует. Функционируют две школы высшего спортивного мастерства, это по олимпийским видам спорта и по зимним и неолимпийским видам спорта Шеврисом Карасай. Кроме того, у нас успешно функционирует семь профессиональных спортивных клубов, из которых три были открыты в этом году. Я перечислю их, это вновь открытые, это женский волейбольный клуб Куаныш, это баскетбольный клуб Барс и это долгожданный хоккейный клуб Кулагер. Кроме того, вы, наверное, знаете, что это у нас Казалжар СК футбольный клуб, это у нас играющие в национальной лиге из Селеска. Это наша волейбольная дружина, которая в этом году очень хорошо показывает хорошие результаты и хорошее у них желание работать и именно работать на результат. Кроме того, это открытый недавно, тоже в 13-м году открытый, это инвалидный клуб, клуб для людей с ограниченными физическими возможностями УМИД. Это велосипедный клуб Вина Форевер имени олимпийского чемпиона Александра Винокурова. И вот, наверное, все. По поручению Экимобласти на нашей территории строятся хоккейные корты. Сколько их на сегодняшний день? Ну, всего у нас 2730 спортивных сооружений, в числе которых 300 хоккейных кортов. В прошлом году по поручению Экимобласти в этот зимний сезон было поставлено, в сезон 14-15 годы было построено 100 хоккейных кортов в районах области и городе Петропавловске, в том числе 10 пластиковых в городе Петропавловске в областном центре. В этом году также Ерик Хамзенович дал поручение увеличить число хоккейных кортов до 400. И уже на сегодняшний день 20 хоккейных кортов уже построены в районах области и 80 еще будут до 1 декабря завершены. Хоккейные корты, которые строятся во дворах, это тоже считается? Это все. То есть все хоккейные корты, это и стандартные хоккейные корты с размерами 30 на 60 метров, это и массовые хоккейные корты с размерами 20 на 40 метров. Я считаю, что это приобщает детей к спорту и это увеличивает массовость, с которой в будущем перечекает мастерство. Дворец спорта Следовой арены уже построился. Скажите, пожалуйста, какие его функциональные особенности и возможности нас ожидают? Дворец спорта был введен в эксплуатацию 20 октября этого года. Мы стали свидетелями красочной церемонии открытия этого дворца с участием государственного секретаря госпожи Абдекаликовой. Также мы увидели представление фигуристок, мы увидели представление нашей хоккейной команды «Кулагер». Четыре возраста представили нам, включая профессиональную команду «Кулагер», которая на сегодняшний день неплохо взяла старт в предсезонном турнире. Я думаю, что есть шанс у нас побороться и за более высокие места, чем те, которые мы сейчас занимаем. А также это дает возможность нашим детишкам, которые занимаются в младших группах, какую-то цель придает, что они, если будут хорошо заниматься, то попадут в хоккейную команду «Кулагер». На сегодняшний день у нас трое сверхгостанцев в составе этой команды. Это Казаченко, Кондратов и Сиденко. Я считаю, что наши молодые спортсмены, молодые хоккеисты тоже смогут достойно представлять нашу область на республиканских и, думаю, в дальнейших международных соревнованиях. Кроме того, у нас дворец спорта единственный в Казахстане, можно сказать, потому что кроме ледовой арены он еще имеет такой большой блок, как лихоатлетический манеж. Лихоатлетический манеж у нас построен по всем стандартам. Там есть 200-метровая лихоатлетическая дорожка тартановая, есть секторы для прыжков в длину, тройного прыжка, есть секторы для метания. Кроме того, там есть универсальная площадка для игровых видов спорта, таких как мини-футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, у нас, вот я уже говорил об успехах наших художественных гимнасток, и там у нас будет время и место для того, чтобы наши девочки, мастера художественной гимнастики, чтобы там совершенствовали свое мастерство и занимались также на этой универсальной площадке. Кроме того, там будут, в новом дворце будут залы для занятия борьбой вольного стиля, дзюдо, для занятия бокса. Там будут заниматься спортсмены-велосипедисты-шоссейники, там будет базироваться наша команда «Вина Форевер», наш континентальный клуб велосипедный. Кроме того, у нас будет сборная области по велоспорту там базироваться, у нас есть профессиональные велобазы, тренажеры для занятий велосипедистов. Я уже сказал о том, что у нас будет там хоккейный корт, но кроме того, что хоккей в Северо-Казахстанской области популярен, у нас популярен также и показывают высокие результаты конькобежный спорт. Поэтому у нас там будут также находиться конькобежцы и шорт-трек больше, ближе по формату подходит для занятий шорт-треком. То есть это вид спорта, который в Сочи показал Казахстан головокружительный успех. Мы заняли пятое место впервые в истории по команде Казахстана на Олимпийских играх в Сочи. Я думаю, что этот вид спорта очень перспективен для занятий детей именно в Казахстане, потому что у нас уже есть опыт, есть хорошие тренеры. Мы провели работу по приглашению играющего тренера сюда. К нам пригласили мастер спорта международного класса Федора Андреева из Кустанайской области. Я думаю, что по завершению карьеры спортсмена он также будет тренировать здесь, в Сочи, в Казахстанской области наших спортсменов по шорт-треку. Кроме того, на сегодняшний день идет работа по привлечению тренера по фигурному катанию. Сейчас на сегодняшний день мы смотрим, это очень популярный вид спорта. И имея ледовую арену, я думаю, что неправильно было бы не иметь фигурного катания. Это очень красивый вид спорта, который, я думаю, что получит развитие с того момента, как построена ледовая арена. Кроме того, что там будут заниматься профессиональные спортсмены, дворец спорта откроет свои двери и для населения, для массового занятия населением спортом. Будет определенный прескурант цен. Я думаю, что это будет доступно для каждого Петропавласа, Североконстанца, чтобы прийти здесь позаниматься, чтобы прийти позаниматься и получить заряд бодрости и здоровья на жизнь. Я думаю, что, кроме всего прочего, у нас инвалидный клуб наш, УМИД, также получит возможность заниматься там, как на лихоатлетических дорожках, так и на льду, так и в других спортивных залах будут заниматься у нас и спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Ну и, конечно, фитнес будет для фитнеса, занятия тяжелой атлетикой, занятия тренажерные залы, то есть это будет для населения доступно. Скажите, пожалуйста, а вот по поводу доступности, существует ли какая-то проблема доступности спортсооружений? Ну, это нельзя сказать, что Североконстанская область имеет какие-то проблемы именно в доступности. У нас дефицит спортивных сооружений, у нас, наоборот, нехватка больших спортивных сооружений, и любой спортивный объект, который находится на территории области, он используется на 100%. Мы, по крайней мере, стараемся, чтобы он использовался на 100%. У нас есть график закрепления спортивных залов, организации образования в неурочное время, чтобы там занималось население. У нас работают секции, работают секции по различным видам спорта, в основном это восточные наборства, это танцы, различные группы, различные секции, в которых занимаются, люди могут прийти и заниматься в послеурочные, во внеурочное время. Это не только в областном центре, также в районах области. Еще хотелось бы узнать на сегодняшний день в сельской местности, как развивается спорт? Очень большой толчок в последние годы, наверное, по инициативе именно Ериха Амзеновича Султанова, в каждом населенном пункте построен футбольное и мини-футбольное поле. Только за этот год, но это простейшие футбольные площадки, мы открыли в области 218 футбольных и мини-футбольных полей. Кроме того, в городе Петропавловске в прошлом году 15 мини-футбольных полей с искусственным газоном было введено в эксплуатацию, и в этом году также 20 мини-футбольных полей во дворах города Петропавловска введены в эксплуатацию с искусственным газоном. Я считаю, что это большое подспорье именно для того, чтобы занимались дети во дворах и, в частности, на селе, как вы и задавали вопросы. Нурсултан Назарбаев поставил перед исполнительными органами задачу, чтобы к 2020 году вовлечь в массовый спорт 30% казахстанцев. Скажите, пожалуйста, что уже сделано? Северокастанская область идет в числе лидеров среди других регионов Казахстана по данному показателю. Именно массовость, я думаю, что зависит именно от спортивных объектов, от простейших спортивных площадок, а также от открытых спортивных сооружений, которые необходимо строить. И в этом деле, в последние годы, опять же, подчеркиваю, что наша область преуспела, введя в эксплуатацию в прошлом году физико-раздоровительный комплекс в Габитамо-Срепово, в селе Новайшимка. Также введен был бассейн, 25-метровый бассейн «Малая вода» в Новайшимке. В этом году ведется строительство в районе Шалакына, в селе Жаножол и в Новонекольском Казахстанского района. А также уже на начало года были завершены структурно-раздоровительные комплексы в селе Бешкуль Казахстанского района. Такой же программа финансирована 30 на 70 за счет местного бюджета, 70 за счет республиканского бюджета, как и в Новайшимке. А также в селе Жаркын Тимиряевского района был введен в эксплуатацию физико-раздоровительный комплекс именно за счет привлеченных средств. Это не может не сказаться на росте массовости, на росте числа занимающихся на селе. В городе, вы сами видите, что дворец спорта 14 800 квадратных метров, тот, который сейчас, я думаю, что под пристальным вниманием всего населения города все ждут, хотят заниматься. Я думаю, что они получат эту возможность уже на сегодняшний день. И, кроме того, на стадионе Карасай, вы, может быть, видели, что у нас строится хоккейный крытый корт. Тот хоккейный корт, на котором занимались хоккеисты, наши хоккеисты на стадионе Карасай, на сегодняшний день было принято решение. И при поддержке Акима области было принято решение именно о перекрытии этого хоккейного корта. Сегодня стандартный хоккейный корт будет закрыт металлотентовой конструкцией. Это будет действительно физкультурно-разразительный комплекс, который позволит заниматься еще более качественно как хоккеем, так и шорт-треком, конькобежным спортом. Именно на крытой площадке не будет мешать ни ветер, ни снег. То есть это будет качественный лед, и я думаю, что продлится период эксплуатации этого льда. Такой же корт, только размерами 20 на 40, был введен в эксплуатацию в прошлом зимнем сезоне на улице Балатбаева. На 19 микроэнде также введен. И там очень-очень успешно дети занимаются, тренируются. И я думаю, что более качественный лед и больше положительных эмоций получают именно от качества льда. А в каких условиях на сегодняшний день тренируются спортсмены-инвалиды? Спортсмены-инвалиды, я говорил уже, что в 2013 году у нас был открыт клуб для людей с ограниченными физическими возможностями. На сегодняшний день в данном клубе занимается более 100 человек. И уже с 2013 года, за два года, они показали довольно высокие результаты. Если говорить об Олимпийских играх, то в Сочи из пяти представителей Казахстана двое представляли наши северо-казахстанцы. Это у нас по биатлону и лыжным гонкам Кайрат Канафин и Лена Мазуренко по лыжным гонкам. То есть из шести лицензий три наших. И два спортсмена, и три лицензии. Кроме того, вы все знаете, наверное, победы нашего знаменитого пловца, мастер спорта международного класса, двукратного победителя всемирных игр. Это Владимира Эрмана, который до сих пор показывает высокие результаты. И я думаю, что еще самые большие победы у него впереди. И, конечно же, самое большое достижение, это наш, наверное, финал Олимпийских игр в Лондоне, который Сергей Харламов, наш спортсмен-легкоатлет. Он показал на сильнейших летних стартах четырехлетия именно в Великобритании. Он также продолжает готовиться. На сегодняшний день он проходит учебный тренировочный сбор и готовится к выезду на международные соревнования, на чемпионат мира. Они занимаются, и во дворце спорта у них, с введением в эксплуатацию дворца спорта, у них появилось еще больше возможностей для спортсменов-легкоатлетов, для спортсменов-колясочников. Эти спортсмены сейчас могут более качественно заниматься и в хороших условиях. Я думаю, что это однозначно повлияет на высокие спортивные результаты наших спортсменов-инвалидов. Скажите, пожалуйста, а представители каких видов спорта приняли участие в международных соревнованиях в других странах? На сегодняшний день спортсмены северо-казахстанцы приняли участие порядка в 20 чемпионатах мира и в 18 чемпионатах Азии. Более чем в 40 международных турнирах наибольших результатов у нас достигли борцы греко-римского стиля в этом году. Мы можем говорить о единственном в Казахстане спортсмене, бронзовом призере чемпионата мира в Бразилии. Наш Амагали Бибулатов, который стал бронзовым призером на чемпионате мира, он единственный из казахстанцев, который поднялся на перестал почета в Бразилии. И это ближайший резерв. Я считаю, что неплохой резерв именно то, что молодежь, это у нас завтрашние олимпийцы. И поэтому я очень рад этому успеху. Это успех однозначно и школы высшего спортивного мастерства, где он числится. Это успех и тренеров, которые, бригада тренеров, которая его подготовила. Кроме того, у нас борцы греко-римского стиля в числе трех человек из восьми возможных. То есть 45% команды Казахстана, это наши спортсмены, которые приняли участие в Боснии и Герцеговине, в чемпионате мира среди кадетов, где также наш спортсмен Апамызда Стамбек стал бронзовым призером, выполнил норматив мастера спорта. И это очень большой успех. Я считаю, что это связано в первую очередь с созданием в нашей области конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, которую возглавил Айдербек Сапаров. И это была конфедерация создана по инициативе Акима области. После этого с Республиканской конфедерацией был заключен меморандум. Согласно которой были отремонтированы спортивные залы на общую сумму более 40 миллионов бюджета именно за счет средств конфедерации. 50 миллионов на развитие этих видов спорта были выделены с бюджета областного. Я могу перечислить эти виды спорта. Это бокс, борьба греко-римская, борьба вольная, борьба женская. Это тэквондо ВТФ, это тяжелая атлетика, где у нас наш тяжелый атлет Айдар Казов продолжает борьбу за олимпийскую лицензию. По этим видам у нас очень большой идет прыжок вперед, большой скачок. Именно связано с тем, что мы укрепили материальную базу, укрепили финансово эти виды спорта. И они у нас неплохо покатались. И в прошлом, в этом году, соответственно, идет результат. У нас на базе Северо-Казахстанской области юношеская сборная Казахстана тренируется. Я думаю, что наши юноши, это сильнейшие в Казахстане юноши-борцы. Очень радуют успехи нашего Жана Тажакьянова, боксера-профессионала. Жана Тажакьянова стабильно показывает высокий результат, его рейтинг растет. В этом году, до конца года, мы планируем увидеть бой за звание временного чемпиона мира в исполнении Жана Тажакьянова. И думаю, что у него получится. У него очень хорошие показатели, показатели нокаутов, показатели досрочных побед. Несмотря на легкую весовую категорию, он показывает достаточно хорошие результаты. И поднимает флаг области и страны на именно международной арене. И в завершении программы хотелось бы услышать, каковы шансы нашей футбольной команды? Шансы футбольной команды. В этом году наша команда в первой половине, в первый круг показала очень хороший результат, завершив его на первом месте. Мы, как вы знаете, играем в первой лиге. И футбольная дружина под руководством Владимира Фомичева, талантливого тренера. И Григория Атарыча Лори, президента, я думаю, что неплохую работу провели. Шансы остаются, конечно, в попадании в премьер-лигу. И, конечно, никто эти шансы не убирает. Мы очень надеемся на то, что у нас все-таки получится это. В этом году очень хорошая команда. Я считаю, что костяк создан. И этот костяк нужно будет укрепить именно северокостанскими футболистами, которые сейчас на данный момент подрастают, и уровень растет их. Мы можем говорить про нашего Гунченко, который уже, я думаю, показывает стабильный, хороший футбол. Это у нас Ильдар Айтеф, который тоже показывает очень качественный футбол. В этом году также был создан футбольный центр для молодежных команд по футболу. Наши команды проехали 5 туров, посетили 5 туров по 7 возрастам. И ближе к концу, уже к завершению турнира, чемпионата Казахстана, первенства Казахстана среди молодежных команд, мы уже видели неплохой футбол в исполнении наших молодежных команд. Я надеюсь, что наши молодые футболисты также смогут пополнять ряды именно профессиональной команды «Казлажар», которая на данный момент борется за призовые места. Спасибо вам, Руслан Бахытович, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго и до свидания. До свидания, спасибо. А я напоминаю, что сегодня в студии был руководитель управления физической культуры и спорта Руслан Бахытович Есиналин. Это была программа «Диалог. Актуальные темы. Интересные собеседники». Всего доброго. Руслан Бахович Есиналин